Спасибо большое за возможность сделать договор в конференции. Моя данная математика чуть-чуть выпадает. Субтитры создавал мою работу в докладе, ну и вообще, так что офицерами, которыми наши лаборатории принимались, он там поддерживал, тоже немножко сказал. Ну, вообще, на открытии школы Сергей Константинович Годунов упоминал, что у Юрия Григорьевича была работа в нашем институтском сборнике «Выситительные системы». Это такой основной сборник публикаций был в те времена, в котором диковали свои работы прикладные подразделения наши. Но и даже более того, что Юрий Григорьевич, одним предколлеги этого сборника в тот период, он все-таки проявлял заинтересованность всякими исследованиями. Я приношу института, он про прикладные рассказывает. То есть у меня тематика, все-таки, анализ, конструктивная теория функций, но так не знаю. Ну и в этом сборнике у меня тоже первая около десятка статей там была. Ну, начну немножко с третьей церкви. У меня название «СПЛАЙНО». Что такое «СПЛАЙНО», я думаю, все кликаторы знают, что это за объект. Можно так, скажем, сказать, что это по-третьему недочеренную функции. Дата тогда, вроде как теория «СПЛАЙНО» привезла в начало 1946-й год. Жонгер опубликовал большую, очень обстоятельную работу, посвященную этим объектам. Он и ввел «СПЛАЙНО», точно говоря, вот считается. Но с 1946 года, там где-то десяток, больше лет, как-то интереса к этим объектам не было. То есть вообще единичная работа, помимо, скажем, самого Жонгера, как-то можно попасть на это и считать, какие оппозиции расслабили. И, ну, вас никто не предполагал, что это был такой удобный инструмент, например, прикладные исследования СПЛАЙНО. Потому что, скажем, всем было известно, что, если говорить, как на дешевле Лавранда, ну, то есть, точно, наверное, за дешевле, или на дешевле, это действительно большая разница, то они не очень хорошо себя ведут, и прикладные исследования, ну, как-то стараясь им не пользоваться. Вот я хочу пример трудности сказать, что вот если мы берем вот такую функцию, единица, ну, делительная единица плюс 20 пик, то есть такая функция шапочка, и будем надлежать, наверное, на этих секторах, то есть, сказать, когда попадаются на осмабленные решения Лавранда, по 10 интервалам, по 20 интервалам, то видно, что появляются такие специальные, они увеличиваются, то есть, что сочетание, что расходящаяся интерполяция, то есть процесс интерполяция расходится. Ну и, как это, прикладные исследования, если нужно было нам построить какую-то гласную фигуру, то вот, можно сказать, что использовался примерно такой инструмент, брали гиббурейку, прикладывали там, что нужно, чтобы она проходила, через какие-то определенные точки, то есть построить какой-то плавный обмот, то вот этими специальными грузиками отрядливали, и получалось нужное гиббуре, то есть, если посмотреть, как бы, какой гиббурейку, ну, а это в конце 50-х годах появились электронные машины, и, конечно же, стараются многие задачи решать это с помощью этих машин, и чтобы, скажем, решать задачи такие вот, состояния плавных обмотов, то мы решили, собственно, вот решать задачи по суровому амминизации, как национал, как национал, привезнуть людей, то есть, скорее, разыспарятся, и минимум энергии сомневаться. Ну, задача оказалась очень тяжелая, то есть, там, скажем, сложных исследований, где там что-то по сути, более сложное, если брокер получает, ну, ряд работных угрозных, там, в каких-то простых случаях, там, что-то можно было получить более сложных, там, на сегодняшний день не получалось, и вот можно сказать, что с появлением вот такой работы в 1957 году, он заметил такую, что если, ну, это даже не, по-моему, то если нужно на функционале отбросить знаменатель, ну, то есть считаю, что там, скажем, не сильно меняется функция, там, пригодная, это, допустим, в концерте, отбросить знаменатель, то решить задачу организации такого функционала, когда, 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 когда вторая производная, когда вторая производная, на самом деле, не сложно, и вот и получилось, что решением такой задачи является, то есть, если еще кривая проходит через набор заданных точек, то есть, как у меня тут написано, что вот, интерполяция на секторе выполняется, да, но оказывается, что решением такой задачи является кусочно-многочленная, ну, в данном случае, точка-публическая функция, то есть, главное, склеена из публических параметров, разрывы третьей пригодной, как раз, узнав интерполяции. И вот эта работа, она уже привлекла внимание, то есть, вы видели, что это объект тот самый, который ввел в Шонберг, и вот в таких вот областях, где нужно было что-то приближать практически, но этот объект привлекл внимание. И вот, ну, тут еще можно сказать, если рассматривать место второй пригод на хэнфель, то в Ленинде, получается, с планом учетности, если, как бы, многие интерполяции заменить на усоветнение, то с планом учетности, ну, я представляю, если можно заметить вот такую закономерность, я тут хочу перенести, что она, скажем, первых монографий по слайну, то есть, скажем, первая такая монография, где посвященная слайну, как в северном году была, соответственно, еще, она очень известна, она переведена на русский язык, вот первые авторы, Алгер, я тут угадал, я работаю, именно как с проектом, в Советовской лаборатории, второй автор, внесен, Франк, Дмитник, там другая, очень известная монография, Карла Дебора, практически, у кого я не поставим, она тоже переведена на русский язык, ну, вообще, Карл Дебор, это сейчас один из ведущих, самый, наверное, известный специалист, его и предвижение с планами, он тоже начинал свою деятельность, Дженни Алмопович, свечечки, ну, и еще, так же, приведу книгу, Заряло, классик, Морисовиченко, это Юрий Семенович Заряло, это, конечно, владелец нашего отдела, то есть, в котором я начинал свою деятельность, тоже его исследование, то есть, он создал, которую, можно сказать, что она, крупную известную школу, и его исследования тоже начинали с того, что была поставлена задача на Чикаловском заводе, на тех же 50-х годов, там, автоматизация производства, то есть, описание производства и поверхностей с помощью сняти такой короче аппарат, который можно использовать на заводе, и более того, что еще не было, мало было публикаций, каким-то образом, он понял, что здесь подойдут сплайны, и понятно, что, я говорю, что необходимость применения в предкладах преследований, например, показывает, что привела к тому, что начались такие исследовательские именно в математиках, стало изучаться всякие свойства сплайнов, ну, и в том же следует Юрий Семенович Заряло, более того, что их исследования по автоматизации производства на читаловском заводе были устояны при Совете Министров, вместе с плачьям, вот, ну, теперь про я думаю, по тому заданию компуляции, это основная задача, по которому я говорю, понятно, что-то возникает вопрос, это строение, подстоит, это специально флайнов, вот, на одной из первых конкуренций флайнов был представлен, в следующем году флайнов сформулировал гадать, но, вот, особенно актуально, если вспомнить тот пример Рубин, который я говорил, там на гречном лагранде встречаются тем, что, в принципе, на любой секции есть функции, где возможно, на любой последовательности сеток есть функции, где возможно расстранилось, и, если наоборот, то, ну, то есть, на гречном лагранде это очень такой аппарат, которым пользоваться непонятно, на котором исследовать себя, а вот, понятно, что было поставлено назначено, ну, а как с вами тогда ведут, то есть, хотя бы, по сравнению микродыбе, будет ли иметь неосходимость, тоже самое, для производства интересных, ну, вот, я подробно не могу, там, излагать решение этой задачи, как она решалась, а вот, у нас с Юрием Николаевичем Тимопиным есть обзорная работа, на этот счет, 50-летний, это запишен, это, там, класс, и наш, и другие факторы, показывают, что достигнута задачи, вот, в полиации, как-то, в столице, и другие, по-брозу. Ну, вот, если говорить про построение, которое я там упомянул, то для кубических слайнах особо проблем нет, вообще, ну, вообще, надо сказать, что слайна, классическая слайна, там, степени, там, третья и выше, это объект, в отличие от, надежда, флаграмса, как бы, локальный объект, и для построения нужно решать систему линейных уравнений, например, на упирающихся. Ну, в случае, публичных слайнах, это первая диагональная система, здесь получается, хорошо обусловленная, если я, по сути, на первой, и вторых произведенных используемых, ну, еще один способ, это можно использовать, размножение по госплайну, но я бы сказал, что для системы это хорошее, а если говорить про размножение по госплайну, то на сильной неравномерной сетке эта система может быть плохому слову, и здесь нет для правления. А если теперь говорить про сплайну более высоких степеней, то других способов, или хороших, можно так, способов построения сплайна более высоких степеней, тут с этим большой вопрос. Я буду для справки привожу что-либо сплайна из такого пункта это второй степени, третья степень, это разверенная разность от такой вытеченной функции, то есть такие свойства, ну, это практически именно тот же сплайн, просто правильно пронортирован, что-то отсюда может быть видно. И вот обычная задача подземья сплайна находить коэффициенты, ну, это там шеет коэффициенты, вот и система упражнений может быть плохого коэффициента. Ну, мой вклад в эту задачу, я в свое время предложил новый такой способ построения, здесь когда мы находим немножко другие коэффициенты, там получается разная система уравнений, которая там новый чарльз, в том числе ноль, тоже не буду вдаваться в этой подробности упоминаю. А вот теперь если говорить про ханима в процессе церкви, я напоминаю про эти задачи шонга, которую я сформулировал, можно ее перед оператором сформулировать, будет ограничено. На самом деле, вот быстро было понято, что на равномерной сети, в отличие от мазочного лаганда, сходимость есть всегда, если мы будем рассматривать тот же самый пример холмбий, то там подпитические сплаймы в более высокой степени прекрасно себя ведут, никаких сплесков, отселяющих методов. Вообще, то есть сплаймы, если мы рассматриваем неравнодерную сетку, то там проблем нет. Но иногда возникает необходимость изучения неравнодерной сетки, нужно знать, как будет сходимой, ну, понятно, что те системы, которые я обозначал, можно получать вот такую оценку, но и все упирается в исследование нормообразной матрицы здесь, через модную движение, сетки отмечения. Вот, коротко я скажу, для кубических сплаймов это решение задачи отмечения пространство необходимость просто сплаймов функции, она не всегда возможна, только перевел пример, дальше начались много работы, какие условия накладывают на последовательность сеток, ну и так далее. Ну, там историю вы не рассказываете полностью так, позорно. Просто тут скажу, что окончательное решение было получено в 75-м, в 77-м году и в 76-м году в 76-м году в этой сетке пламя. Теперь, если говорить о сетке более высоких степеней, то следует отметить в гипоте же Карла Дебора в 77-м году, то он предположил, что вообще говоря, садимы спецопричения на последовательность сеток возможно только для двух средних производных сетками и в этой степени на самом деле много там в разных частичных то есть это задача нехала внимания в повышении гипотез Дебора то есть я все не привожу до 5-й степени сам получил в 5-м году садим для второй производной у меня там был результат здесь он сам показал что для ваших производных без увеличения на последовательных сеток садим невозможно у меня здесь в 2004 году некоторые примеры для разных других производных были ну и вот окончательное решение гипотезы Дебора первая часть для производной Алексея Шадрин получил в 2001 году и в 2005 году я вторую часть и вот как раз именно вот эту работу вот этот результат решения гипотезы Дебора Юрий Егорьевич представлял у меня в докладах вот ну здесь еще это уже объекты дамы выпускать от 19-го года я показал эквивалентность задач что вот пациент вот этого оператора задачи Джонбергогол и что вот эти те самые матрицы которые в моих методах построили матрица хорошо обусловленная последовательность сеток или самим процессом интерполяции последовательности сеток ну и вот хочу сейчас в последнее время сказать про последний результат который мы с моим автором Дебор Судей Юрьевич Новик получили задачи на говоря вот первая результаты на равномерной сетке что на равномерной сетке мы рассматриваем на равномерной сетке на сетке сат tags У нас есть ограниченные данные, то он показал, что всегда, в любой степени складе, всегда существует единственный склад, который будет ограничен. На самом деле, если условие ограниченных не вставить, то решение полугодно получается. Но и у него более сильный результат, там месяца работала, что если мы будем рассматривать не ограниченные данные, а полиномиального роста, то существует единственный план, который тоже полиномиального роста. А вот если теперь рассматривать эту задачу на неравномерной сердце, то тут результатов совсем мало известно. Вот Карл Дубов показал, что это для ограниченных данных строить сплайн, и вопрос о существовании ограниченного сплайна, он сказал, что это не сектора, нужное ограничение на сердце. Для кубических сплайн он какие-то ограничения получил в виде отношений на соседние шаги. То есть вот некоторые работы здесь были... Ага, хорошо. Какие-то результаты были при условиях ограниченных. Ну, то есть вот ряд таких вот работ был, то есть даже для простейших там тубических сплайн, там более простой задачей, то есть вот про эффекта не было. Ну, и нам вот удалось показать, то есть мы стали исследовать данные степенного роста и вот такие результаты. Первое, что если у нас данные линейного роста, и мы приближаем физически сплаймам, то всегда существует и единственный сплайн тоже линейного роста. Ну, и вот другой результат, что если теперь у нас данные квадратичного роста, то то же самое мы можем сформулировать, что существует единственный пубический сплайн квадратичного роста, и то же, ну, где-то не точная оценка получается. Ну, там дальше у меня кратко хотелось, как схема доказательства, то есть какие там попутные декорации, то есть я данные там закончил. То есть вот последние результаты Сергея Юрьевна и у нас были запубликованы в работе с этой песней, но на этом все, спасибо. А последние, вы сказали, оценки там, они две точные, а последние не две точные, то есть просто... Константы точные. Ну, да, вы привозите как бы пример, что она достигается. На самом деле, эти результаты на отрезке, они известные, и там примеры есть. Ну, например, возьмем мы периодический случай, да. Да, 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 но я говорю, что если мы рассмотрим периодический случай, то есть вот на отрезке, то это будет как раз на сей прямой, то есть это точность оценок, то есть легко сразу перенести. Да, 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 то есть та техника, которая там, получение оценок, она сработала вот в этом случае, мы ее просто применили, ну, а точность, я говорю, что это мы просто перенесли эти известные результаты. А первая теорема, которая была там, не ваша, а кубические спланы, что если мы выбираем там именатив, то есть наилучшие движения, то есть мы кубические же отрезочки по четырем точкам строим, да? Нет, ну там еще, если есть у нас какой-то набор там N данных, например, да, мы хотим, чтобы кривая прошла вот через эти точки, да, и минимизировала вот этот функционал, то решением является кусочная кубическая функция. Вот такой, именно склейка в узлах заданных точках, где точки интерполяции заданы, вот именно в этих точках, да, 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 то есть вот такие, то есть между этими точками есть звено кубического многочлена, и они гладко там с точностью C2 склеены. Насколько расходится на железное решение? В смысле? Ну вот у вас есть железное решение. А, ну, на самом деле, если, ну, в этом случае, там порядка торговых методов, здесь ситуация такая, что расходится, существенно будет расходиться, это если у функции большие градиенты. Если первая производная не сильно там, сильно меняется, то, в принципе, ну, на самом деле сейчас кубические спальни, но и вообще спальни, это основной инструмент в теории продвижения, там, в прикладных задачах, то есть вот это основной инструмент в теории продвижения, нет, нет оценки расходения инженерного решения и публического решения, да, если вся шага. Ну, я таких работ не видел, то есть это, потому что там, вот я говорю, что что-то такое, в общем случае получить, не то, что даже оценки получить, а построить, это решение сложно, то есть есть ряд работ, то есть такие работы, там, да, 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 ну, я говорю, что, ну, быстро поняли, что вот вместо этого можно использовать вот такой объект, объект в плане. Да, есть еще вопрос. Еще раз благодарю вас. Спасибо.